Мария Викторовна снимала данные о расходе воды и ей показалось, что пломба на счётчике поломана. Она не знает, что послужило причиной. Возможно, неаккуратная работа сантехников, недавно установивших прибор для равномерного давления в трубах. Хозяйка квартиры боится, что во время проверки водомера обнаружится повреждение пломбы и спрашивает, что ей делать. Если пломба нарушена, то прибор учёта считается неисправным. Поэтому, если что-то не так, сразу обращайтесь к специалистам в ресурсоснабжающую организацию. При повреждении пломбы на водомере необходимо позвонить в ГУПС «Водоканал» по телефону 53 70 53 или 53 71 17 и вызвать контролёра. Он на месте произведёт осмотр прибора учёта, снимет контрольные показания и произведёт опломбировку. В данном случае этот вызов платный. Стоимость услуги составляет 666 рублей. После сердечного приступа Павла Ивановича забрала скорая и его поместили в палату интенсивной терапии сосудистого центра при первой городской больнице для проведения реанимации. Его родные хотели бы навестить пациента и уточняют, есть ли у них такая возможность. Недавно Министерство здравоохранения Российской Федерации изменило правила посещения больных в палатах интенсивной терапии. Теперь можно будет прийти к пациенту, но только с его согласия и с учётом общего состояния здоровья. Пускать будут одновременно не более двух человек. Это могут быть члены семьи, родственники или иные лица. Если больной находится в тяжёлом состоянии, то проведать его можно только с разрешения руководителя медицинской организации, где проходит лечение. Кирилл хочет узнать, почему ликвидировали левый поворот с 4-й бастионной на улицу Гоголя. Теперь у автолюбителя уходит больше времени на дорогу. Решение о том, что левого поворота на улицу Гоголя с 4-й бастионной не будет, принято Департаментом транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Это связано с увеличением количества аварий на этом участке, происходивших потому, что водители не предоставляли преимущества в движении городскому пассажирскому транспорту, едущему по Гоголя. Сейчас попасть на эту улицу можно с площади Ушакова.